Секрет небес. Глава девятая. Экзаменационное задание. Адя стоял чуть впереди меня, сложив руки за спиной, и смотрел в мутное стекло, кое-где покрытого ключом гигантского окна. Я прихожу сюда каждый раз, когда мне хочется побыть одному. Если хочешь, я уйду. Нет, нет, останься. Когда-то здесь устраивали балы, теперь единственный гость и птица. И ты. И я. Он замолчал, и повисла гнетущая тишина. Как вы на земле справляетесь со скорби? Люди так часто умирают. Я вспомнила осунувшееся лицо папы и склотнула ком в горле. Никак. Нужно время. Для чего? Чтоб сойти с ума? Он закрыл лицо одной рукой и отвернулся, скрывая свои слезы. Адя. Я подошла к нему со спины и обняла. Некоторое время он держал руку у лица, а наскоре отпустил на мои сплетенные у его живота пальцы. Я воткнулась носом в его спину и почувствовала, какой он напряженный. Мы молчали. Его дыхание чуть ускорилось. Стало тяжелым. Я не заметила, как тоже начало чаще дышать. Затем Адя развернулся, подхватил меня за талию, снова повернулся на 180 градусов и прижал к окну. Лицо его было серьезным, даже угрожающим, а дыхание очень часто. Он приближался ко мне совсем близко, так, чтобы я почувствовала возбуждение. Он замер, как бы давая мне выбор. Адя, что ты делаешь? Он опустил голову и тяжело вздохнул. Затем резко отстранился и в каком-то отчаянном жесте запустил пальцы в волосы. Я не знаю. Не знаю. Прости, хотел отвезти от... Он ударил себя по груди, избегая моего взгляда. Все нормально. Я коснулась его локти, вынуждая посмотреть на меня. Все нормально, Адя. Он кивнул, махнул в сторону выхода. Пойдем? Да. Я пошла следом за ним, чувствуя, как его энергия до этого совсем слабая, чуть окрепла. Он переживет. Он сильный. Тише, мальчики, тише. Фыр. Фыр. Он пытался успокоить Фыра, но тот взволнованно дергал головой и все. Норовил вырваться и улететь. Не будь таким вредным. Фыр. Что случилось? Я шла в сторону кабинета, но не могла пройти мимо морского дракона. Каждый раз, когда я его увидела, мое сердце замирало. Было в нем что-то бесконечное, харизматичное, что-то очень волшебное. Фыр приболел и вообще в последнее время ведет себя странно. Не слушается. Но здесь ничего серьезного. Я думала идти дальше, но Мисселина вдруг придержала меня за руку. Ох, раз уж ты здесь. Не проследишь за ним, мне нужно сбегать за лекарством. Ам, хорошо. Это чудо. Заодно не могла бы ты промыть ему шею. Вот здесь тряпка и вода. Только будь осторожным, он может разделиться и укусить тебя. И Мисселина убежала с лукой на лице, будто ее слова ничего не значили. Я беспомощно замерла над ведром с водой. Дракон дернулся, поняв, что Мисселина его отпустила и хотел взлететь. Я приобняла его за шею и нажала на него, вынуждая остаться на земле. Мисселина сейчас придет. Я намочила тряпку и осторожно подошла к Фыру. У тебя вся шея в крови. Что случилось? Едва я коснулась тряпкой чешуи дракона, он вздрогнул и зарычал. Прости. Он поднял голову и посмотрел мне в глаза, каким-то до боли осознанным взглядом. Фыр словно хотел что-то сказать мне, но не мог. Он глядел так на меня некоторое время, а потом послушно опустил голову, чтобы мне было легче смывать с него кровь. Вернулась запыхавшая Мисселина, но увидев, какой Фыр спокойный, в недоумении остановилась. Ты нашла к нему какой-то подход? Не знаю. Что с ним случилось? У него рано ж на шее. Кто знает, говорить он не умеет. Наверняка подрался с кем-то. Фыр вечно с кем-то дерется, и откуда у него столько агрессии? Мисселина налила какой-то раствор между раздвинутыми чешиками. Рана задымилась и зашипела. Было видно, что Фыр очень больный, но дракон молча жал глаза и стиснул зубы. Его клыки были в крови, но непонятно, в чьей – его или соперника. Веки, возможно, мое предложение покажется тебе странным, и тем не менее. Сейчас у меня нет времени возиться с Фыром. Но если он мне перестанет делать глупости, его придется отослать из школы. Для его же блага будет лучше, если он останется здесь. Не могла бы ты за ним присматривать? Фыр станет твоим другом и помощником, я уверена. Что скажешь насчет этого? Он посмотрел на меня с мольбой, Фыр с неостороженным и интересом. Я вдруг поняла, что меня всегда смущало в нем его глаза. Слишком человеческие для животного. Каждый раз стоило ему взглянуть на меня, мне казалось, что на меня смотрит человек. И не просто смотрит, оценивает. Чтобы мне очень помогла. Чтобы мне очень помогла. Я не смогу. У меня и так много забот. Боюсь, не справлюсь. О, понимаю. Ну, ничего. Мне пора на экзамен. А, да, конечно же. Прости, не хотела тебя задерживать. Желаю удачи. Спасибо. Она мне явно понадобится. На удивление, в кабинете никого не было. Ни учителей, ни признанных, ни их кураторов. Поэтому, когда я услышала голос где-то в глубине помещения, неосознанно вздрогнула. Опоздала. Всего на пять минут. Как видишь, остальным хватило времени уже отправиться на задание. Люцифер вышел из темноты со сложенным на груди руками. Какое мне дело для остальных? И не делай вид, что тебе не плевать. Лучше давай не будем терять время на разговор. Пойдем к водовороту. А, а теперь ты уже спешишь? Он прошел мимо меня и резко распахнул дверь и вышел в коридор. Перед заданием нам нужно будет переодеться. Опять гонки? Можно и так сказать, только в них нет победителя. Они проигравшие. Одни проигравшие. Водоворот привел нас прямо к дверям свадебного магазина. Моё экзаменационное задание будет на свадьбе? Не совсем. Сначала приведи себя в порядок. Я тоже подыщу себе костюм. Люцифер скрылся в мужском отделе. Ко мне тут же подошла консультантка, которая помогла подобрать наряд. Я даже успела соорудить достойную прическу. Люцифер тоже переоделся и был во всеоружии. Он остановился, оглядел меня с ног до головы и сказал. Ты недооцениваешь настолько твой... Ты недооцениваешь настолько твой образ влияет на восприятие тебя людьми. Могла постараться и лучше. Я вспыхнула от негодования. Хочешь сказать, я плохо выгляжу? Хочешь сказать, что с твоими данными ты могла бы выглядеть намного лучше. Сочетую за комплимент. Это зря. Так, и какое у нас задание? Через несколько часов состоится свадьба одного бизнесмена и дочки посола. Этот брак повлияет на многие судьбы, подобно эффекту бабочки. Люцифер небрежно махнул рукой. И так далее, и тому подобное. Тебе нужны все подробности? Скажи хотя бы, что я должна сделать. Я должен сорвать свадьбу, сделать так, чтобы она все равно состоялась. Люцифер умолк и отпустил глаза на мои руки. От нервов я неосознанно начал заламывать пальцы. Не стоит так нервничать, ты справишься. Он развернулся на пятках и вышел. Справлюсь, если ты меня завалишь. Люцифер успел прыгнуть в водоворот и скрыться так, что мне пришлось его догонять. Меня выбросило у огромного особняка, полного смующих туда-сюда разнорабочих, готовящихся последние штрихи к свадьбе. Я почувствовала энергию Люцифера и сразу направилась к нему, но замерла у двери в оранжерею, услышав его смех. Впервые слышу, как он смеется. У него был низкий, почти бархатистый смех, напоминающий скорее мурчание кота. И что же? Хм, перестань, не здесь. Сукин-цэн. Люцифер, словно прочтя мои мысли, обернулся в полоборота так, чтобы я его видела. Уголок его рта пополз вверх, издевательской усмешки. Смеется надо мной? Где же, если не здесь, милая? На церемонии он подхватил невесту и садил на стол. Она сделала вид, что смущена, но было видно, что ей это нравится. Я выхожу замуж через пару часов. Постараюсь управиться. Проказник. Эрика. Эрика. К оранжерею приближался жених. Вот чего ты добиваешься, Люцифер? Жених не должен. Жених уже проходил мимо меня, намереваясь зайти внутрь, как я сделала вид, что спотнулась и упала прямо на него. Умело подстроив падение, я повалила его на землю. О, моя нога, как же больно. Я говорила как можно громче, чтобы услышала Эрика. О, господи, с вами все в порядке? Жених пытался встать, но я снова внезначай прижала его к земле, делая вид, что тоже хочу подняться. Мне кажется, я подвернула ногу. Давайте, давайте я вам помогу. А, больно же. Я услышала в оранжереи шорох. Дверь распахнулась и показалась перепуганной Эрика. Она тут же закрыла за собой дверь, скрывая за ней Люцифера. В чем дело? Девушка подвернула ногу. Какой кошмар. Эрика дернулась от того, что Люцифер силой открыл дверь. Она с искаженным от ужаса лицом отошла в сторону. Ну, привет. Кто вы такой? Люцифер демонстративно вытер у маты невесты со своей шеи и подмуднул ей. Сукин сын. Как это понимать? Люцифер с многозадач значительной пухмылкой прошел мимо нас, поправляя свою одежду. Потом резко развернулся и показал мне листыже, напоминающую телефонную трубку. Я позвоню тебе. Невеста рассмеялась и засмущалась, а потом резко дрогнула и едва ли не расплакалась. Он сейчас воздействовал на нее. Изменяешь мне прямо в день свадьбы? Джулиан, малыш, не называй меня так ты. Было видно, что оскорбления вертелись у него на языке, но так и не сорвались с губ даже в приступе гнева. Эта свадьба была ошибкой с самого начала. Джулиан, нет, прошу, послушай. Наш жених уже чуть ли не бегом направлялся в сторону особняка. Невеста подбежала за ним следом, рыдая, едва ли не падая перед ним на колени. Хорошо, это было неплохо. Мне пришлось жульничать, чтобы он о нас узнал. И все же я выиграл. Это мы еще посмотрим. Я развернулась и побежала догонять Джулиана. Я нашла жениха в одиночестве. Он сидел в беседке, сгорбившись и понурив голову. Но только заслышав шаги, мгновенно взял себя в руки, выпрямился, поправил пиджак и даже натянул улыбку. Джулиан? А, это вы? Вам не стоит отменять свадьбу. Неужто? И вы это даже развеселило? Думаете, я совсем олень? Нет, что вы. Из-за одного проступка разве стоит рушить все, что между вами было? Между нами? Она со мной только из-за денег, а я с ней из-за ее папаши. О, тогда... Дайте друг другу шанс полюбить. Эрика поступила так, потому что не считала ваш брак чем-то настоящим, понимаете? Но со временем вы можете стать родными друг другу. Некоторое время он засмотрел пустыми глазами в пол, потом энергично закивал. Вы правы, этот брак фиктивный. По крайней мере, она так думает, но я не позволю ей изменять меня. Так вы не отмените свадьбу? Нет, это было бы недавно видно с моей стороны. Не уверена, что он проникся моим посылом, но и этого достаточно. Он решительно остался в скамейке. Нужно найти Эрику. Я так же с энтузиазмом стала следом. Я с вами. Официанты носились с приготовлениями. Кто-то поправлял стулья, украшал место церемонии цветами. Рулиан подошел к рабочему, что-то спросил, но тот растерянно покачал головой. В чем дело? Ждите здесь. Он побежал в дом, вернулся через пару минут запыхавшийся и нервный. Сел на одну из скамеек и начал судорожно набирать чей-то номер. В трубке послышались долгие издевательские гудки. Да? Где ты? Я повсюду тебя ищу. Скоро начнут собираться гости. Малыш, прости меня, пожалуйста. Все это ерунда, возвращайся. Нет, ты не понял. Я поговорила с Питером. Кто такой Питер? А, тот из оранжереи. Это цифер. В общем, ты же знаешь, как я мечтала о путешествиях. Я очень расстроилась из-за той сцены. Питер успокаивал меня. Он рассказал мне о странах, в которых я могла бы побывать. И о возможностях, что я его спускаю. Я поняла. Поняла, что не хочу этой свадьбы. Я не готова, малыш. Не готова. Прости меня. Эрика. Прощай. Эрика. Снова гудки, короткие и частые. Джулиан обессиленно опустил телефон, закрыл глаза, со злости сжимая гаджет. А затем швырнул его в сторону. Сука. Месколько официантов испуганно опернулись на крик. Я грохнулась на стульчик рядом с Джулианом. Не справилась, проиграла. Это конец. Мне очень жаль. Я хотел бы побыть один. Да, конечно. Я встала и медленно пошла вперед. Мне задумалось, куда иду. Школа ангелов и демонов. Глупо было думать, что когда-нибудь могу стать ровной им всем. Похоже, мне не суждено снова увидеть маму. Люцифер вышел откуда-то из-за дерева и поравнялся со мной. Я же говорил, что проиграешь. Он сказал это без самодовольства и злорадства. Просто как данность. Говорил. И ты был прав. Я чувствовала смирение и легкую грусть. Конечно, в конечном итоге в своем проигрыше виновата только я. Нужно было стараться лучше. Ангел в швенце подставил тебя. Даже Дина едва смог бы противостоять мне. Я скинула голову и удивленно посмотрела на него. Даже? Дина сдержан, в отличие от меня. У него рациональный ум. А холодный ум и сила – опасная комбинация. Люцифер так легко признал силу своего противника с каким-то рыцарским достоинством. Он не отрицал способности ангела. Но я – дочь Серафима. Моя мама наверняка с тобой бы справилась. Уверен, твоя мама была бы не столько сильна, сколько хитра. Что ты хочешь этим сказать? Только то, что сказал. Мы шли дальше, и остановилась, вдруг осознав кое-что. Что еще? Ты меня сейчас успокаивал? Он показательно, показательно, разнодушно пожал плечами. Просто сказал, что думаем. Мы поравнялись с беседкой, где я разговаривала с Жулианом. Люцифер призвал водоворот, собирался уже прыгнуть, но я замешкалась. Ты идешь, задание окончено. Эм, нет. Что ты опять задумала? Что тебя не касается. Я старше тебя по рангу. Если я спрашиваю, ты должна ответить. Опять что-то по поводу твоего убийства? Нет. Тогда что? Какая тебе разница? Вики, не злей меня. Он подошел ближе, сжал мой подбородок. Осторожно, но крепко, чтобы я не смогла вырваться. В твоих зрачках замер какой-то старик. Это твой отец? Я раздраженно отбросила его руку. Да. Я провалила экзаменационное задание. Кто знает, что будет дальше. Вдруг меня и правда выгонят из школы. Я не смогу больше возвращаться на землю. Я должна увидеть его еще раз, хоть разочек. Я взяла Люцифера за руку, почти умоляя его не мешать мне. Он отвернулся, скрывая от меня выражение своего лица. Я некоторое время молчал. Потом не оборачиваясь, сказал. Хорошо. Если хочешь идти, иди. Но я пойду с тобой. Нет уж. Ты потом опять меня обвинишь, если у тебя тоже будут проблемы. Не стану, даю слово. Зачем тебе идти со мной? Иду и все. Думаю о своем доме. И он прыгнул, оттягивая меня за собой. Я уже несколько минут стояла у двери своего дома, не решаясь постучать. Люцифер тактично остался ждать у дороги. Но я знала, что он все равно услышал каждое слово. Почему это так сложно? Рука снова замерла на половине пути, так и не постучав. Краем глаза я вдруг заметила, как шелохнулась шторка за окном. И через мгновение дверь открылась. Добрый день. Добрый. По какому вопросу? Он выглядел лучше, чем в последнюю нашу встречу. Но в нем навсегда уже останется отпечаток боли утраты. Я попаду вашей дочери. Услышав это, он пошатнулся, но держался за дверной косяк. Что вы хотите этим сказать? Я ее одногруппница. Мы с ней виделись незадолго до аварии. Папа выпрямился, расширил глаза, вберив мне внимательный взгляд. Она рассказывала о вас. Вики очень любила вас и уверена, она не хотела бы, чтобы вы горевали. Это все, что я хотела сказать. Я чуть помедленно, потом быстро бросила. До свидания. И развернула, чтобы уйти. Но папа выскочил на крыльцо вслед за мной. Постойте. Он взял меня за руку, нежно и паотически. Как если бы он знал, что перед ним стою именно я. Спасибо за эти слова. Папа. Я стиснула зубы, не договорив. Глаза щипала от слез, губы дрожали, а грудь подракивала. Я едва сдерживала рыдание. В ответ я лишь накрыла его руку своей. Поддалась чуть ближе. Это все, что я могла себе позволить. Я попыталась запомнить его образ, но всегда запетелить в своем сердце. Этот мужчина с вами? Я обернулась. Люцифер стоял, потупив взгляд, притворяясь, что не слышит нас. Он со мной. Он тут же поднял голову и посмотрел на меня, не скрывая удивления. Говорю, Питер, Питер, иди сюда. Люцифер коротко рассмеялся, оценив мою иронию. Сегодня ты же Питер, верно? Питер. Черт ты такой. Здравствуйте. Он протянул руку папе, глядя на него неожиданно, тепло и открыто. Рад знакомству. Не представляете, насколько это взаимно. Я хотела ударить его в бок локтя, но Люцифер увернулся, не отводя взгляд от моего отца. Знаете, Вики была лучиком света в моей жизни. Вы скажете, что так для всех родителей, но Вики, она особенная. На секунду мы с Люцифером глянули друг на друга, но тут же перевели взгляд на папу. Да, да. Ужасное время. Всем сейчас нелегко. Бедный папа, он чувствует себя таким одиноким, что готов общаться с незнакомцами. Наш сосед, оказывается, погиб за неделю до моей дочери. А о нем никто и не вспоминал, пока не почувствовали запах. Вот это хуже смерть и забвение. Мистер Дорингтон? Вы его знаете? А, нет. Не рассказывал о нем Вики. Папа покачал головой, вдруг почему-то поникнув. Спасибо еще раз. Он сделал шаг назад, но я неосознанно придержала его за руку. Чуть помедлила и обняла. Крепко-крепко, насколько хватило сил. А затем так же резко остранилась и побежала прочь. Люцифер догнал меня, заставил остановиться. Я закрыла лицо руками и рыдала, пока не выплеснуло все, что накопилось во мне за эти недели. Я плакала, потому что понимала, что эта встреча с отцом была последней. Я больше не приду к нему, даже если останусь в школе. Не приду, даже если буду умирать от тоски по нему. Не приду, потому что нужно смириться и отпустить его. Люцифер молчал, но меня почему-то не смущало его присутствие. Хочешь покажу одно место? Единственное место на земле, которое люблю. Я вытерла слезы и закивала точную в ребенок. Люцифер смеялся. Подоворот выкинул нас у самого обрыва в горах. Я едва не упала, но Люцифер вовремя удержал меня. Ледяной воздух отдал все мое тело, и я начала дрожать, будто от припадка. Холодно. Непризнанно. Когда ты научишься использовать всю ту силу, которую обрела после смерти? Представь, как твоя кровь нагревается от макушки до кончиков пальцев на ногах. Я с недоверием посмотрела на Люцифера, закрыла глаза и постаралась согреть себя силой мысли. К моему удивлению, это оказалось проще простого. Я открыла глаза и радостно улыбнулась ему. Вот видишь? Люцифер сел на самый край и свесил ноги вниз. Я села рядом. Боишься высоты? Нет. Он усмехнулся. Повезло. Почему это? На его губах выиграла хитрая улыбка. Да так? Из всех мест на планете ты выбрал вершину горы с температурой минус 20. Что с тобой не так? Он чуть помолчал, рассматривая горизонт. Давай сыграем в игру. Опять твои дьявольские шуточки? Возможно. Ты можешь задать три любых вопроса, я отвечу на них. Но раз я демон, то не буду с тобой до конца честен. Ты должна будешь угадать, на какой из трех вопросов я ответил правду. Идет? А если угадаю? Подожди, подарю тебе кое-что на память. Я защурилась, глядя на него. Ладно. Почему ты меня так не любишь? Не люблю. Задираешь постоянно. Вызвериваешься. Вызвериваюсь? Он усмехнулся. Потому что я не люблю таких, как ты. Слабых девушек, случайно получивших крылья и думающих, что они особенные. Последнее слово он специально протянул, делая на нем акцент. Ты игнорируешь все правила, ищешь приключений на своей заднице. И ради чего? Я не люблю слабость, а ты сплошное ее проявление. Я жала кулаки и отвернулась. Ты спросила, я ответил, принимая ответ достойно. А ты не будь таким высокомерным. Следующий вопрос. Что у тебя с Остей? Остей? Почему ты о ней спросила? Простое любопытство и наблюдательность. Его губы слегка дрогнули в улыбке. У нас с Остей ничего нет. А ты что, так не чувствуешь? Это же другой вопрос. Забудь тогда. Чем тебе нравится это место? Серьезно? Из всех возможных вопросов ты задаешь мне именно этот? Мне кажется, это многое о тебе скажет. Люцифер отвернулся, снова глядя куда-то вдаль. Здесь я чувствую свою ничтожность. Кажусь себе маленькой вошью в сравнении с этим громадными горами. Громадными горами этой пустотой. И все это без магии. Стоит себе только величественное. И молчит о своем величии. И в сравнении с Адом, здесь так холодно, так ужасно холодно. Это место полная противоположность мне. Он повернулся ко мне. Вот почему мне нравится здесь. Я растерялась. Тогда Люцифер приблизился ко мне и прошептал. Следующий вопрос непризнанное. Вопросы кончились. Точно? И на какой вопрос я ответил честно? Чем тебе нравится это место? Верно, но это было легко. В чем тогда за гвоздка? Люцифер медленно улыбнулся. Так ты готова к подарку? Теперь не уверена. Как хочешь. Люцифер хотел встать, но я взволнованно замахала руками. Нет, нет, ты жди. Давай свой подарок. Все произошло стремительно, так что я не сразу поняла, что он делает. Люцифер вдруг оказался передо мной. Я ощутила запах его тела, тепло, которое он излучал. Впервые Люцифер оказался так близко ко мне. Он коснулся моего подбородка, властно повернул к себе и поцеловал. Его горячие губы умело завладели моими. Что ты замолчи? Он сказал это тихо, почти что нежно, мне в губы, и снова продолжил целовать, медленно следя за моей реакцией. Я не смело пилила его шею руками, не закрывая глаз, будто спрашивала разрешения. Люцифер тут же прижал меня к себе ближе и увеличил напор. Теперь это был требовательный поцелуй, ведь я отдала ему согласие. От его близости по моему телу, не переставая, бегали мурашки, кружилась голова. Я не осознавала до этого, как сильно меня тянуло к нему. Мне было его мало. Люцифер схватил меня за волос и сжал их на затылке, чуть не зарычал мне в губы. Я чувствовала, как ему тоже хочется прижиматься ко мне ближе, но он почему-то медленно отстранился. Внизу живота заныло, грудь давила от тоски по его близости. Я словно от нему уколом губы стала зависимой от него. Но он отстранился, неизбежно отстранился, отставив внутри лишь пустоту. Рад, что тебе понравился мой подарок. Люцифер отодвинулся от меня окончательно, сделав вид, что для него это ничего не значило. Что? Ты? Я отвернула, чтобы не выдать своих эмоций. На горло себе наступлю, но не покажи ему. Не покажу. Я снова взглянула на него, натянув улыбку. Я надеялась, будет какая-то безделушка. На память все-таки. Гордо встала, отрыхнулась от снега. Нам пора. Над нашими головами завертелся водоворот. Мы летели в тишине, но Мудзи прервал ее очередной порцией нравоучения. Больше не вздумай ходить к отцу, ты только мучаешь его. Я без тебя знаю. Да я заметил. Поэтому непризнанным запрещают наведываться к своим родным. Вы как призраки, которые только пора не топчутся. Ты ищешь повод поссориться? А, стой. Как ты сказал? Как призраки? И что? Внутри меня все похолодело. Я вспомнила. О, Боже. Да в чем дело? В день моей смерти к нам домой заходил мистер Доритт. Наш сосед. Я была тогда одна. Он был странным. На взводе. Я так и не поняла, что он хотел. Потому что ко мне зашла подруга. И она будто бы спугнула его. Не может быть, твой отец сказал, что сосед умер за неделю до тебя. Вот именно. Люцифер тяжело вздохнул, переваривая информацию. И затем сказал, словно приговор вынес. Кто-то из бессмертных принял облик твоего соседа. Поздравляю непризнанное. Твоя смерть нужна была кому-то сверху. Спасибо. Продолжение следует...